Что? Прямо это закончилось. Не смотрели туда? Наверное. Не смотрели? Кто не смотрел? Не смотрел. Не смотрел. Добрый день, дорогие зрители. Это программа «Актуальное интервью». Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня у нас в гостях председатель ассоциации ТОС Ульяновской области и председатель ТОС «Мостовая Слобода» Владимир Владимирович Сидоров. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В конце прошедшей недели, в воскресенье, губернатор Сергей Морозов предложил наделить территориальное общественное самоуправление новыми полномочиями. Какие это полномочия, сначала расскажем в нашем видеосюжете, подготовленном нашей съемочной группе. Давайте посмотрим. Как сделать свой двор комфортнее, как отремонтировать дороги, а главное, как сплотить соседей? Ответы на эти вопросы знают члены территориального общественного самоуправления, или, коротко, ТОСов. Данный статус дает гражданам возможность благоустраивать территорию своего микрорайона, проводить различные культурные и спортивные мероприятия. Показывает это и статистика. По последним данным, только в областном центре насчитывается 88 ТОСов. Они объединяют 553 многоквартирных дома и 126 тысяч жителей. Прошедшие выходные свой первый день рождения отметил ТОС «Алые паруса». В него вошли жители пяти домов на улице Пушкарева, Облуково и Московское шоссе. В густонаселенном квартале проживает почти три тысячи человек. Территория у нас большая, народа много, много пожилых людей, и которым, собственно, нужно как-то благоустроить вот это вот пространство, чтобы у них было место, где отдохнуть. День рождения отметили шумно и весело. С музыкой, конкурсами, выступлениями творческих коллективов города. Самых маленьких соседей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Поздравили присутствующих и первые лица города. На праздник приехал губернатор Сергей Морозов. Я живу в соседнем доме и очень удивилась, услышала музыку. Рекламы никакой не было. Но мне это очень нравится. Люди должны жить дружно, вежливо, ласково с друг другом. И чтобы почаще таких праздников было. Несмотря на то, что сам ТОС организовали на прошлой неделе, работа по преображению дворов началась еще три года назад. За последние два года двор на Московском шоссе 100 изменился до неузнаваемости в лучшую сторону. Отремонтировали дорогу, сделали дополнительные подъездные карманы для машин, обновили освещение, установили лавочки и урны. Все благодаря программе формирования комфортной городской среды. На следующий год мы предполагаем установки здесь, а может быть и в этом году, спортивных и детских комплексов и, значит, в дальнейшем благоустройство уборка вот этих вот гаражей металлических, которые у нас стоят посередине, значит, двора. Что в целом здесь получится? Отличное общественное пространство для отдыха, досуга, занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан микрорайона. С работами ознакомился глава региона. Позже на профильном совещании Сергей Морозов отметил, полномочия ТОСов необходимо расширить, в том числе передать систему управления финансами напрямую общественным самоуправлением. Я сразу хочу отговориться о том, что это не только благоустройство, а то мы тоже как-то слишком сузили сферу расширения внимания, что ТОСы – это только благоустройство. Соответствующий аппарат будет создан в областной ассоциации ТОС. Каждое самоуправление сможет направлять денежные средства на приоритетные вопросы своего района. На этом задачи ТОСов не ограничиться. Кроме благоустройства активные ульяновцы займутся охраной общественного правопорядка, а также созданием центров долголетия и молодежных объединений. В общей сложности на реализацию инициатив ТОС в этом году будет направлено Главный посыл получается, что ассоциацию ТОС наделят финансовой структурой. Расскажите поподробнее, по-вашему шаг правильный и нужно ли это вообще? Этот шаг очень правильный и нужный. Он давно к этому все шло. Потому что давно надо было отдать не только финансовую, а полностью реализацию движения ТОС и поддержку. Это надо было ассоциации отдать. Потому что в ассоциацию входят те же сами ТОС. И они знают лучше, как это еще надо. Потому что создали аппарат в прошлом году, отдали Совет Муниципальных Образований. В аппарат должны были входить бухгалтера, юристы. Но, к сожалению, там только один сейчас бухгалтер. И фактически движение ТОС с прошлого года началось немножко приостанавливаться и задухать. В прошлом году было создано 152 ТОС. В этом году создаются единицы. Не спорь, большое поспорье была как раз комфортная городская среда ТОС. Это отметили буквально в этот понедельник конфедеральном уровне. В лучшей практике вошли что-то в поддержку ТОС. Потому что комфортная городская среда именно для ТОСов это единственная на территории Ульяновской области. Что будет для 52 миллиона на бухгалтерах ТОСов, это тоже замечательно. А тут будет аппарат работать, который действительно сами же будет управление ассоциацией. Будет за этим аппаратом смотреть. Как сказать, чтобы аппарат действительно работал. Чтобы он работал правильно. Чтобы он занимался не только, допустим, бухгалтерией поддержкой. А он еще что-то ездил по области. Рассказывал, что такое ТОС. Объяснял его, что была методическая, юридическая помощь. И, конечно, тоже нас поняли, что может действительно в штате было, чтобы как программист, который будет работать в соцсетях. Не просто Александр Чепухин, председатель общественной палаты Ульяновской области, сказал, что надо идти туда, куда люди находят, в соцсети. Потому что, если там достучаться, допустим, объяснить, что такое ТОС, для чего он нужен. Вот правильно Сергей Иванович сказал, что мы зациклились только в богоустройстве. Праздники – это минимально все такое, что сейчас есть. Ну, как сказать, не то, что минимальные праздники, а то, что остальные мероприятия. А ведь ТОС от местного самоправления, народного самоправления, которые действительно люди должны знать, что… Ну, они не то, что должны, а знают, что им лучше. И должны решать они, что им нужно было. Поэтому… Правильно я понимаю. Вот сейчас есть ассоциация. И к ассоциации будет новый аппарат с новым штатом. Да. Будет аппарат с новым штатом. По типу, как вот планировали, мы предложили, как ассоциация юристов России. Тоже так же будет, чтобы были субсидии, чтобы были люди на зарплате, которые будут действительно работать с утра до вечера, как положено. Не сидеть в кабинетах, а работать с народом. Помогать ТОСам, ну, то что даже с жителем. И развивать это движение. Также создать ДНД замечательную тему. Почему бы… Мы давно с этой темой мостовой бьемся уже в городе разговали. Нам обещали уже давно пять ставок дать, чтобы наши жители тоже вошли в ДНД. Чтобы они патрулировали территорию мостовой. Как опытный проект. Мы уже, если не ошибаюсь, месяцев, наверное, пять уже об этом бьемся. Потому что тоже есть те же ДНД, в которые вошли те же чиновники, которые просто сидят. Он работник администрации, в то же время он чиновник в одном лице. И неужели загонишь его. Они, да, стоят на мероприятиях. Не спорю, какие вот большие мероприятия. Они занимаются ими. А у нас вот мостовой. Там нет сотрудники полиции, не приезжают. И кому как не лучше нам знать, где-то будем патрулировать. Потому что подростки не лепили пиво. Не воровали знаки. Мы где-нибудь сами будем смотреть за своей территорией. Потом предложили, что, конечно, сделать еще дополнительно благоустроительную территорию. Расписать благоустроительную территорию графику где-то на три или на пять лет. Чтобы действительно планово было. Чтобы это было как комплексно. Не то, что вот я сейчас председатель тоже, допустим, нарисовал план. Захотел, посадил деревья. Через год сменил меня другой председатель. Снес эти деревья и поставил что-нибудь туда другое. И деньги фактически народные выкинуты на вечер. А это действительно, еще раз повторюсь, аппарат это нужная вещь. Очень такой. Я думаю, что это большой будет толчок в движении ТОС. И к тому, что мы планировали, вот это было в прошлом году на экипаж 2020, что вся территория Ульяновской области, чтобы каждый дом входил в ТОС. Вот к этому надо стремиться. Потому что, я еще раз повторю, жители лучше знают, что им нужно. Они будут уже и благоустраивать территорию, и следить за этим. Поясните, то есть сначала деньги из бюджета будут поступать в ассоциацию или уже в ТОСов сами? Ну, это еще будем смотреть. Мы пока разговаривали с вами про аппарат. А то, что про конкурсы, которые будут проходить, это уже… Там будем уже смотреть. Там уже должно быть положение. И сейчас оно фактически идет, допустим, в управление технической текстурой. Если будет нам в ассоциацию входить, конечно, мы на прибу и будем на ТОС отправлять. Но тоже мы же не можем сами, когда по своему желанию, тоже будут комиссии, будут конкурсы, тоже будем согласовывать это все. Это уже вопрос следующий. Мы еще тоже об этом думаем, как это правильно все сделать. Но одно хорошо было, то, что как раз заявили Сергею Ивановичу, что деньги должны идти только на благоустройство. Если это народный бюджет, то он должен на народный бюджет идти, а не на школу, на садики свои получатся. А ими должны целевые идти, чтобы действительно шло на пользу с жителем. Ну, например, кроме благоустройства и кроме патрулирования территорий, например, еще. Двожу бы спорт. Почему бы не работать с молодежью? У нас вот народный совет есть. Дети тоже не знают, чем себя занять. Их развивать надо. Вот хорошо мы заключили сейчас соглашение между ассоциацией и Российским союзом молодежи. Сейчас мы совместно думаем, как детей занять? Что заинтересовать? Как? Тем более в селах. Вот раньше, получается, тоже. Чем были заняты дети? 14-15 лет шли в поле помогать. А сейчас? Ничем. Ничем. Как сказал Александр Викторович Чепухин, получается, что сейчас, говорит, техника-то какая. Садится тут высокая технологическая сель. Комбайн, допустим, там на кнопку нажал – поехал. Сейчас не нужны, получается, дети. И они фактически распространяют рекламу какую-то в интернете. Здесь дети в интернет. И что он будет вырасти в будущем? Дворовый спорт – его тоже нужно развивать. Откуда все спортсмены выходить? Со дворов в самом начале. Это тоже нужно, получается, делать. Кроме того, работа в центрах договоренности. С пожилыми тоже они, допустим, вот сейчас у нас, как, чтобы записаться, допустим, тоже в больницу? Надо обязательно через интернет. А кто работает с пенсионерами, чтобы они записывать, чтобы компьютерную грамотность кто их хочет? Тоже проблема. Так что, что касается населения, вот ТОСы должны все заниматься, тем вопросом, которые их касаются. Надо, допустим, ухаживать за пожилыми. Почему бы, допустим? Тоже должен делать ТОС. У нас заключено соглашение с Красным Крестом. В рамках этого соглашения они обучают наших ТОСов, и наши ТОСовцы ухаживают за своими же соседями. Деньги не уходят никуда на сторону, уходят также нашим жителям. Во-первых, это рядышком, не надо откуда ездить. Во-вторых, польза для всех. Но, опять же, количество ТОС у нас увеличивается, увеличивается постепенно. А хватит ли суммы, выделяемой на всех? То есть, опять же, будет как-то выбираться отдельные проекты? У нас конкурсов очень много. Мы просто смотрели, если даже вот взять народную инициативу – это 100 миллионов. Есть еще народный бюджет городской – 30 миллионов. Комфортная городская среда – это 180 миллионов федеральных денег и 52 миллиона по ТОСам. Денег-то предостаточно. Надо просто, если что, конкурсные деньги, допустим, выполнять, направить правильно. Тут не то, что получается. Деньги же идут на благоустройство территории. Они же не идут деньги, допустим, мне как председателю ТОС или моим жителям. Они идут на благоустройство городской территории. На нее выделяют все равно деньги и средства. Так их можно просто, допустим, закопать куда-то или отдать людям, чтобы они сделали, как им надо, и потом следили за этим. Вот у меня такой вопрос. В открытых данных написано, что по состоянию на февраль 2018 года у нас зарегистрировано 114 ТОСов. Но не все из них имеют статус юридического лица. Вот поясните, пожалуйста, как вот это вот регламентировать. То есть, получается, ТОСы, которые не имеют юридического лица, они могут тоже свой проект, например, предоставить? ТОСы, которые не имеют статус юридического лица, они в кое-каких могут конкурсов взять, но не во всех. Ведь что такое юридического лица? Это организация, которая имеет свой расчетный счет. Как им перечислить деньги? Никак. Поэтому есть юридического лица, есть расчетный счет, им перечисляются денежные средства. На территории Российской Федерации сейчас более 30 тысяч ТОСов. Но из них, юридического лица, 800 и чем-то. Из них вот на сегодняшний момент 152 ТОСы юридического лица на территории Ульяновской области. Представляете, какой процент, вернее, ТОСов юридического лица фактически находится у нас с вами? Мы впереди планеты всей, идем. И думаю, что у нас еще будет больше. А планах у нас было в прошлом году, чтобы у нас на территории Ульяновской области 770 ТОСов. И чтобы были все юридическими. Вот как раз предложение губернатора – это не единственное. Вы, как председатель ассоциации ТОС Ульяновской области, входите в общенациональную ассоциацию ТОС. Как раз вот на днях участвовали в заседании. Там тоже высказали какие-то новые предложения по изменению системы ТОС. Подробнее расскажите. Да. Это действительно… В понедельник было заседание. Отметили еще раз Ульяновскую область на очень высоком уровне. Мне, как члену правления, председатель ассоциации, объявлена благодарность. Только надо в Москве будет ее забрать как раз уже. Уже сказать, что да, проголосовали за это. Действительно, что развитие движения ТОС. Новшеств много, потому что было очень много депутатов Госдумы. Были с Минюста. По ведущей лектору были почти все… Да, не почти все, а все регионы. Потому что там был Татарстан выступал, Карелия выступала, Челябинск выступал. Новшеств действительно очень много. Во-первых, хотят дать особый статус для ТОСов. Потому что раньше были ТОСы как самоуправление, сейчас сделали общественная организация. А за счет того, что сделали как общественная организация, увеличились налоги, которые с нас собирают, в итоге субсидии ТОСы начали получать меньше. Если раньше, допустим, ТОСы получали 8 300, сейчас мы получаем на руки 7 800 где-то вот так. Вот. И сейчас очень поднялся вопрос серьезный, что надо действительно что-то менять. И вот хотят сейчас сделать, как сказать, упростить для нас регистрацию ТОСов в качестве СЧК соцуслуг. Вот. Мы теперь сможем оказывать, если это все будет, можем оказывать социальные услуги, допустим, для населения. Для своего же. Ну, я думаю, что и за счет этого получать какие-то тоже денежные средства. Вот как, например, Красный Крест. Они также что-то выполняют в соуслуги. Допустим, есть, как я понимаю, социальные парикмахерские ухаживают за пожилыми. ТОСом тоже это все можно сделать. Но это в планах. Минюст объявил, что будет упрощенно. Поэтому особый статус мы ждем. Кроме того, депутаты Госдумы, ну, очень много новшеств предлагали. Так, например, создать ТОСы на территории населенного пункта. Большого населенного пункта. Крупного. Которого будет входить в предприятие. А внутри сделать много маленьких тоже подведомственных оттуда. То есть, даже на предприятии будет. Ну, что предприятие? Оно уже получается практически как… Мы не забираем предприятие. Мы берем территорию. Мы не то, что даже берем ее. Мы действуем в рамках этой территории. Это замечательные мысли, чтобы, допустим, те же предприятия, предприниматели работали также совместно с населением. У нас сейчас планируют заключение с опорой России соглашение, чтобы в рамках этого соглашения мы тоже будем как-то совместно с предпринимателями обустраивать территорию. Потому что у нас есть руки. У них есть, допустим, возможность с тем-то помочь. Кто-то лавочкой, кто-то еще что-то может деньгами поможет. Кто-то на праздник что-то. Это же совместно все получается. А вот вы не будете как-то связаны с профсоюзами на предприятиях? Или у них совсем другое? А если все наши, как мы планируем, что каждый дом будет входить и каждый житель в ТОС, то все профсоюзы будут в ТОСах. Все работники предприятия, все руководители предприятия и все профсоюзы, это те же будут жители ТОСов. Они сами же будут. Они же такие же люди. Профсоюзы. Они подойдут и спокойненько могут на собрание решить, что они хотят. Конечно, мы не сможем давить на предприятия, но общаться мы можем. Всегда же все решают. Режим диалога. Не надо перекрывать улицы, не надо краны прогонять туда. А можно спокойно же общаться на земле. Среди жителей. Соседские отношения, это самое главное, что это было. Это родственные, соседские отношения. Когда действительно два человека рядышком живут и друг другу помогают. Не то, что как был у нас в мостовой, перекопал канал, чтобы сосед тонул. Тони, тони оттуда. До этого доходим уже. А почему помочь друг другу нельзя? Вот что мне и нравится сейчас, к чему это может живут идеи. То, что надо развивать человеческие отношения между собой. Надо помогать друг другу. А у нас, к сожалению, не до конца все это получается. Но я думаю, благодаря вот тому, что нам сейчас Сергей Иванович предложил, и мы, как сказать, с удовольствием и раздумывая согласились, работа будет больше. Но я вижу, что действительно мы можем заменить движение ТОС в лучшую сторону. Может быть, мы и так сейчас, можно сказать, почти лучше. А это будем еще лучше. Наша Ульянская область будет заменять по всей России с хорошей стороны. Вот вы затронули мостовую Слободу. Пару дней назад в СМИ написали о том, что после ливней на прошлой неделе несколько домов на мостовой затопило. Якобы ТОС ничего не сделал, никак не помог людям. Прокомментируйте ситуацию. Правда ли это? Ну, как можно сказать? Безграмотная заказная статья. Во-первых, прежде чем писать такую статью, надо было посмотреть устав ТОС. Что он, что магнитически может ТОС? Мы же не, как сказать, не можем контролировать чиновников. Мы просто приходим и просим. Да, мы приходим на аппаратные. Но мы не можем на них никак действовать. Сидоров обещал сделать вот отведение. У меня нет ни техники, ничего. Мы приходим, пишем письма депутату, чиновникам. Всем, кому можно. Просим, ходим. Говорит, помогите. Что можем, то делаем. Ну, я очень рад, конечно, что если такими нас полномочиями надели. Я говорю, надеюсь, что автор этой статьи. Если действительно, вот как он сказал, что Сидоров не умеет контролировать чиновников и не умеет контролировать службу. Если меня надели взят таким полномочиям, чтобы контролировать, я с удовольствием этим займусь. Потому что это, мне кажется, меня чуть ли не замгубернатора сделали. на ровную. Но полномочий у меня, к сожалению, таких нет. Так что то, что можем, то делаем. Сегодня вот, может даже благодаря этой статье, может еще благодаря чему-то. Но сегодня приедут и делают эту дренажную как раз ливневку. Там в чем была проблема? Ливневка, которую еще с весны нам обещают сделать. Денег в бюджете нет. Вот. Благодаря этому, вожеству, то, что затопил дом, еще сегодня приехал трактор. И сейчас они раскапывают эту ливневую канализацию. У нас всегда там всю жизнь была лужа стояла мостовой. Ну, сдвинулась эта тема. А сейчас вообще как происходят дела с ливневками, с дренажной системой? Ну, вот ту ливневку, которую мы озвучили, с которой два дома утонули, ее копают, раскапывают. Правда, материалов, как сказали, нету еще, чтобы делать оттуда. Но работать над ней уже начали. Там в чем было? В современном Советском Союзе, когда строился метр, там был заужен диаметр трубы. А денег, чтобы поменять ее, не было. У ТОСов нет ни техники, еще раз повторюсь, ни материалов, чтобы это сделать. Есть замечательные программы, которые, допустим, народный бюджет. Вот я еще раз говорю, еще много программ. Но, к сожалению, вот у нас 15 человек пришли в народный бюджет, заявки подавали. Ни одна не прошла. Поэтому не получилось. Мы хотели вот это ведение с репин за счет начать хотя бы делать. Ну, жребия не вытянули. Поэтому, кто у нас, скажем, мы своего человека отправляли, говорю, иди вытягивай жребия туда, чтобы уже видеть, что честно все было. Не получилось с ним. Говорю, будем тебе купить барабан, будешь учиться, говорит, вытягивать, чтобы сейчас вытягивать только мастерские заявки. Ну, вот, говорю, а так, по идее, я говорю, начинаем делать сейчас, допустим, начинают люди определяться. Есть конкурсы, гранты, что мы можем участвовать. Вот сейчас комфортная городская среда ТОС. Мы планируем из них максимальные, это 2 миллиона суммы можем делать. Мы хотим на этот день купить трубы бетонные и часть своих ливневок закрыть, чтобы не надо было каждый год копать. Уложим бетонные трубы вдоль улицы Российской, закопаем, сделаем подчистные люки. Во-первых, у нас туда не надо будет их копать. Каждый год бюджетные деньги не будут уходить. Во-вторых, туда житель не будет свои фекалии сливать. Это тоже очень большое такое, то, что сливать никто их, даже на них никакого, ну, рычага влияния нет. Мы их штрафовать не можем. Администрации у них тоже людей нет такой. Ну, их надо же поймать еще, все это, что делают. Вот ямы копают, вот ямы дренажного канала смотрят, а там следы завыгребной ямы. Вот думают, что из закрытия это прекратится. А ведь куда это все, кстати? В Свиягу? Потом в Волгу. А потом к нам на стол. Они тоже, говорю, ну… Сами же эти люди и… Сами эти же люди. Но мы тоже, говорю, не сидим на месте. Вот мы сейчас заключили соглашение с Минсельхозом. У них хорошая есть программа. Вот мне, по-моему, очень понравилось то, что у них, знаете, как там, контролеры по экологии, общественные контролеры по экологии. Там будет… Вот я уже сам сдал экзамен. Теперь я на своем примере тоже скажу. Я могу приходить, выявлять это нарушение, составлять акты, фотофиксацию, отдавать Минсельское союзное хозяйство. И они уже будут подавать в суд эти документы, будут штрафовать. Могут жители штрафовать, могут предприятия штрафовать. В планах у меня всех старших по улице, у меня их человек тридцать. Всех надели такими полномочиями, что мы их ходили. Во-первых, наши штрафовали. Во-вторых, кто у нас сверху там есть, тоже мойка и сауна сливает это все в наш канал. Их тоже можно штрафовать. Замечательная идея. Замечательная мысль. Почему бы, допустим, жителям самим не помочь себе? Вот они, получается, видите, взаимодействие власти и жителей. А когда писать статьи такие заказные, ну, чем можно сказать? Где-то они на пользу, наверное, но где-то они всколыхнут. Но я же вижу, там ни про одного чиновника написано, только написано про Сидорова. Что Сидоров это не сделал, что я водоотведение не сделал, не проконтролировал, ничего нет. Вот так вот. Закончим наше небольшое интервью личным вопросом. Да. Вот вы являетесь председателем ТОСов, ассоциации ТОСов, ТОС «Мостовая Слопада», вы еще член общественной палаты, председатель некоммерческой организации «Свобода». Вот что для вас важнее? Ну, важнее, наверное, всего, что я еще являюсь президентом клуба лидеров НКО. Ведь все это объединяет, что все вот эти организации – это НКО. Поэтому, что важнее для меня, это все равно, как сказать, жизнь наших жителей, наших граждан. Я, как сказать, буквально вчера обсуждали, «Сидоров, а для чего тебе это надо? Вот что ты хочешь? За что это получается? Для чего ты это все берешь?» Ну, наверное, потому что живу я здесь. Вот я это все делаю. А важно это мне сейчас на КО, как моя вторая… Ну, как-то не то, что основная жизнь. Я уже даже бизнесом перестал заниматься. Все, понимаю, занимаюсь НКО. развитием некоммерческой организации, которая действительно помогает нашим жителям и заботится о них. Ну, я и думаю, что это направление надо развивать. Спасибо большое. Ну, а с вами была программа «Кто, для интервью». Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok